Всем привет, с вами Фокс и в этом видео хотела вам рассказать про немецкую штурмовую винтовку Heckler Koch 416d от фирмы Iskraine. Итак, немного про боевой прототип. Боевой прототип использовался такими подразделениями, как DevGru, Delta, многими европейскими подразделениями, а также в других странах мира. Принцип работы газовой автоматики, ход газового поршня. Эта система намного надежнее и чище, нежели когда пороховые газы идут прямо в ресивер, как это сделано у М4. Итак, теперь конкретно об Iskraine. Многие думают, что Iskraine это тот же самый DeBoys, но нет, Iskraine не имеет ничего общего с компанией DeBoys. Как вы видите, у Iskraine получился очень копийный привод. У него прекрасный бодик, присутствуют все правильные маркировки, не было люфтов. Единственное, что я бы хотела сказать, что мне не понравилась краска с коробки. Она была глянцевая и быстро стиралась. Как вы видите, я его покрасила, но об этом я расскажу немного позже. Внутри у данного привода стоит стандартный гирбокс и хоп-ап второй версии, что очень хорошо. Он хорошо тюнингопригодный, на него много деталей. Также привод сделан из алюминиевого сплава. Конечно, хотелось бы, чтобы в нем было больше стальных деталей, кроме пинов и винтов, но за такую цену этого ожидать не стоит. Также привод выпускается без шимминга и смазки, поэтому, когда вы его приобрели, хочу вам посоветовать отдать его сразу на переборку, и чтобы вам заменили некоторые детали внутрянки на усиленные. Проводка у данного привода выведена в трубу приклада, что очень удобно. Также у данного привода есть имитация затворной задержки для удобства регулирования хоп-ап. Вот так вот он работает. Итак, теперь я расскажу, почему я его купила и как я его использую. Купила я данный привод, потому что я пытаюсь моделировать Девгру. Использую я его в CQB. Также вы можете увидеть, что я его покрасила. Красила я его крилоном в цвет Сент. Красила для большей антуражности. Можете увидеть, что использую я его с прицелом EOTEC 551. ПЕК элемент лапятый. Прикрепила его кнопку вот такими резинками. Также использую глушитель Advanced Armament Corp. M4-2000. В комплекте с ним шел стальной пламегаситель. Использую глушитель я для антуражности, но использую я его не всегда. В зданиях использую привод без глушителя, так как он компактный и без глушителя его намного удобнее использовать. Также вы можете увидеть у меня рукоять Magpul. Использую Magpul-овские магазины. Также приклад у меня Magpul CTA. Также использую мушку и целик. И вот такие резинки для лучшего хвата. Кстати, хотела сказать, что рукоять на данном приводе мне очень подходит. Хоть у меня и не такая большая рука, но сидит она в ней отлично. Итак, давайте теперь подведем итог. Данный привод у East Crane получился довольно-таки неплохой. К его плюсам я бы хотела отнести его бодик. Он у них вышел очень хорошо, с правильными маркировками. А также его цены. Его аналоги стоят где-то в 2, а то и в 3 раза дороже. Также его имитацию затворной задержки. Мне она очень нравится. Это прям очень натуражно выглядит. К минусам хотела бы отнести его внутрянку. Она очень слабенькая. Но мне все же на сезон ее хватило. Зимой я планирую отправить привод на переборку. Также к минусам я бы отнесла его краску с коробки. Как я уже говорила, она была глянцевая и быстро стиралась. Ну и это, наверное, все. Покупать этот привод или нет, решать вам. Все, что я знала и я вам рассказала. Если у вас есть какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем пока! Спасибо!